Работа любого искусствоведа, любого пишущего о театре – это всегда некая демифологизация. Создается миф. Вы начинаете изучать документы, видите, что там это, и это было не так, и это было не так. Вы об этом хотите сказать. Вы неизбежно всегда противоречите тем, которые писали для вас, потому что и взгляд у вас другой, и документы не так интерпретны, да и вообще не те документы. А второй этап – это опять создание мифа, потому что вы все равно создаете свое представление о том человеке, о котором вы пишете, о том спектакле, о котором вы пишете. Поэтому вы встречаетесь с мифом, вы его пытаетесь демифологизировать, деструктурировать, а потом в результате у вас получается свое какое-то представление об этом. Как Бернард Шоу очень хорошо говорил, нет ничего глупее думать, что критика может быть объективной. Дело заключается в том, что Дягилев был человеком, который поспешал за временем. Время – хитрая штука. Время нельзя обогнать. Это только в смерти тарелки. Обогнал человек время и бежит спереди прогресс. Со временем обогнать нельзя. Со временем можно идти в ногу, но это доступно только гением. Остальные все, даже таланты, потихоньку от него отстают. И мы все с него, от него отстаем. А в ногу с ним, обогнать времени нельзя. Это абсолютно важное. И вот Дягилев был человеком, который поспешал за временем. Чувствовал. Нюх был у человека. Самый обыкновенный нюх. Одаренность от Бога была поспешать за временем. И поэтому быстро, быстро, быстро он меняет, меняет сотрудников. Он ищет тех, кто будет удивлять. И его знаменитое удивление, которое он сказал, Жанна Каптон, удивляет. И произошла удивительная вещь. 20-й век, он, понимаете, он выпуснулся в первые 30-летия. Потому что 40-е уже, 50-е, 60-е, посмотрите. И только два искусства интенсивно прогрессировали. Это хореографическое и кинематографическое. Литература закончилась. Собдер взорвал сам Жанна Романа. Все. Да, были Хеменбейры, Марки, да, 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 да. Оггентон, Томин, все, все, все. А вот после, вторая половина. Кинематограф дольше тянулся. Кинематограф дольше тянулся. Потому что в 60-е, 70-е, 80-е годы был мощный американский кинематограф, фронтузкий кинематограф, итальянский кинематограф, японский кинематограф и советский кинематограф. И в фильме-то одного другого лучше, режиссеры одного другого лучше, а у актеров и актрисов я вообще молчу. Там просто плеяда за плеяда. Но в советском кино только в 56-е годы сколько актеров не сосчитано. И все равно заглохло кино. Голливуд все-все-все разрушил. Где великий французский, итальянский, японский и советский кинематограф? Нет. Один американский, но совсем другой стал. И монет после 80-го года в кризис. Потому что Баванчин, Робинс, Макмилман, Григорович, не говоря сколько у нас вообще-то логовикмейстеров, молодой интенсивно работающий Ноймайер, молодой интенсивно работающий Кириан. И это все заканчивает с 80-ми годами. И дальше кризис. Искусство все растерялось, потому что накоплено столько всего, сочинять ничего не надо. Натискали, натискали, вам готово. Дальше. Быть искренним, не прилично. Только цитируй. Что это мы сегодня распустили? Быть искренним, вы. Тот-то сказал, он не говорит, я это чувствую. А он говорит, вот этот сказал, что вот он так чувствует. Самое страшное заключение в том, что умный танец. Танец умер. Прочно, разве и на все оставшиеся. Дальше будет что-то другое. Будет оно называться. В чем дело? А дело заключается в том, что еще в 30-е, 40-е, 50-е годы взрослые люди ходили по вечерам учиться бальным танцам. Сейчас бальный танец это совершенно искусственная штука, абсолютно профессионализированная, не имеющая никакого влияния на социальную жизнь. Великая танцевальная культура, которая развивалась тысячелетиями и интенсивно развивалась в последние века. Жоргден, господин Мещанин во дворянстве, учителей танцев очень много. Это не только потому, что танцевать надо уметь, но потому, что это манеры благородные, абсолютно те же самые, которые для танца. Понимаете? Выпускной бал, да как же без вальса? А у нас еще пройдут и сейчас мы берем культуру. А у нас пройдут, а вальс-то уже нет. А куда все делось? А рок-н-рол и некто гитара. В начале 50-х годов зазвучало рок-н-рол, качайся и крутись. И что мы теперь видим, когда люди танцуют? Они качаются и крутятся. Все. Структур никаких нет. Структур никаких танцевальных нет. А сейчас вам пример приведу. Это как разъедает хореографию. Понимаете? Структур-то танцевальных нет. Танцев нет. И последний. Ну и хип-хоп. Ай-ро-бик-а. А это все? Пытались, пытались. Ломбада, ледка, едика. Пытались искусственно создать. Но это абсолютно искусственно. Среды не стало. Соушел-танцы, то, что называют. В Америке тоже было. Там Форд бешеные деньги выбрасывал. Там очень много средств тратилось на поддержание бальных танцев. Но сколько ни пытались, стянули резину сколько можно, впрыскивали туда финансы, чтобы доволу устраивали. Все равно абсолютно. И вот когда это зазвучало, Баланчин поставил, начал ставить балеты про танцы. У него есть сквер-данс, кадрин. У него есть вальс. У него есть марши. У него есть баклот. У него, понимаете, контр-дансы у него есть. Он ставит танцы, балеты ставят про танцы. Все, ушло. Если вы воспитываете танцевальной культурой старой, то вы соблюдаете их форму. Если вы воспитываете современной культурой, для подсимфонического, символическое произведение, можно на пять нот сделать одно движение, а можно пять. Это не важно. В польку вы не можете пропускать. Там-таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран. Вам можно в этой сетке двигаться все время. А когда звучит, а даже эта манера из пятой симфонии, то через минуту или через дверь вы это самое припадете, а потом очень долго поднимете. Жизмель с Альбертом танцует. Теперь танцую так. Ногу проводим поперёк музыки назад, подставляем и прыгаем. Почему? Неудобно. Колен как партнёра или колен как партнёша. 150 лет было удобно, а теперь неудобно. 150. А теперь неудобно. Теперь неудобно. Вообще много чего неудобно. Как там говорили. Всё культурно неудобно. Да, неудобно. Когда Альберто Жозефе закончилось, она улетела в партнёру, он улетел. Дальше будут домучивать. И ведисы двумя рядами сходятся, и начинает... Та-дам! 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 Двумя рядами сходятся, танцуют, и потом раздвигаются, давая место Альберто, который брызе, 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 брызе по диагонали. Она начинает... Плохо расходятся, и танцовщику мешают. Ему брызе 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 начинает. Стойте по краям! Теперь они стоят по краям, и на месте топчут. Та-ра-ра! И на месте вах... Топчут. Зато ему удобно сделать диагональ. Он же пример. А они-то здесь есть причем. Миф о том, что старые мастера были наивными, как я сказал, а вообще были глупыми. В хореографии, в балете классический танец всегда классик. Это язык, основное средство выражения. Поэтому, если он изменяется, если это не просто хореография Петипа Мариуса Ивановича XIX века, исполняемая в XX веке, то это классика, которая, естественно, имеет свои традиции, которая, естественно, из-за того, что приходит новое поколение людей, слегка изменяется. Времена Петипа так не танцевали, как танцуют сейчас. Хотя другие движения приходят, амплитуда движений, темпы другие приходят. Просто психофизиологическое состояние актеров уже другой. Стиль жизни, ритм жизни уже другой. А если это классический танец, который продолжает развиваться, то, как его развивал баланчин, позволяя делать то, что не позволялось делать прежде, придумывая то, что не делалось прежде, находя в недрах, в ресурсах, в недрах классического танца то, что раньше не использовалось, то это уже называется неоклассик. И еще неоклассика, если взять другие искусства, музыку, живопись, то это всегда попытка посмотреть, это всегда отношение к предыдущим поколениям. Неоклассика – это всегда неоклассицизм, неоклассика – это всегда отношение к предыдущим поколениям. Что мы берем у тех поколений, а над чем мы позволяем себе иронично посмеиваться. Поэтому в неоклассицизме и в неоклассике характерна некая ирония, с одной стороны, пиетет, уважение к прошлым, а с другой стороны, то, что уже нам кажется устаревшим или тем мастерам, которые делают, что кажется устаревшим, легкая ирония по отношению к классике. Вы знаете, традиции, конечно, избирательны, в отличие от наследственности, преемственности, когда люди или общество наследуют так же, как мы не выбираем родителей, мы не выбираем и то наследие, которое получаем, культурное. Но традиция, в отличие от наследия, она, конечно, динамична. Не случайно говорят, что традиции бывают хорошие, плохие, традиции поддерживают, развивают. Традиция – это благостный автоматизм культуры. Благостный автоматизм культуры – это благо, которое несет культура, и ее автоматизм, который позволяет нам не изобретать каждый день обычаи, не изобретать нам каждый день какие-то социальные конструкции. Они уже готовы, они принесены обычаям, они принесены традицией. И в этом огромное значение. Поэтому сам принцип традиции, он, конечно, никогда не умрет. Меняются традиции, но традиционность как таковая, она, конечно, всегда будет. Потому что на этом стремлении к стабильности построена вообще культура. Это же ее изъян, потому что стабильность может превратиться в застой. Но все-таки главное то, что она дает нам вот этот благостный автоматизм, который позволяет нам двигаться дальше. Если мы возьмем исполнительские искусства, например, во времена Моцарта исполняли так, через 100 лет исполняли, через 200 лет исполняют Моцарта, но это все время другой Моцарт. Есть традиции исполнения, заложенные автором. Есть традиции исполнения, заложенные первыми исполнителями. Но, тем не менее, приходят каждое поколение. И неизбежно, это все становится, не все абсолютно, но традиция трансформируется в значительной степени. Искусство как раз очень яркий, убедительный пример динамичного развития традиции. Культура так хитро устроена, что если в ней что-то однажды появилось, оно все равно понадобится людям. Люди могут забыть, а потом им придется вспоминать. Они могут это выбросить, но потом им придется это разыскивать. Потому что человек, в принципе, не очень изменился за последние столетия и тысячелетия. И то, что однажды уже возникло в культуре, было востребовано. И оно будет востребовано вновь. Вот наш с вами пример о насильственном исчезновении тех или иных культурных вещей показывает, что рано или поздно возникнет потребность возрождения. У каждого спектакля своя судьба, у каждого спектакля своя биография и своя жизнь. Время покажет, насколько он впишется в репертуар театра, но, безусловно, этот спектакль поставлен для того, чтобы он шел в репертуаре какое-то время, сколько ему отпущено жизни. А жизнь ему отпущена, насколько он будет вписываться в контекст эпохи, насколько будет публика подниматься до понимания этого произведения. Здесь загадывать сложно. Но, в принципе, это спектакль, который желательно, чтобы шел он как можно дольше. Как любой спектакль, который ставится в театре, желательно, чтобы его сценическая судьба была счастливой и благополучной. Но если это так не будет, это тоже не трагедия, потому что когда-то «Весна священная», показанная Дягилевым, в 13-м году вызвала скандал и шоу. Увы, здесь этого не произошло. А через год те же самые парижане в концертном исполнении признали, что это первый шедевр 20-го века. С этого начинается классическая музыка 20-го века. Парижанам понадобился всего один год. Приятный шедевр 21-го века. Восторожа,,,Theco-T weatherные, мы видим, что этот шедевр 2-го века из того, и, по-вторых, и, по-вторых, дыхания, Продолжение следует...